Доброе время суток! Этот эксклюзивный материал даст вам возможность залить во внутрь трубы системы отопления и своими глазами увидеть, сколько накипи остаётся на внутренних стенках трубы. Накипь внутри теплообменника, то есть змеевика, ухудшает теплопроводность, в разы снижает КПД котла, тем самым в разы увеличивает расход газа и, соответственно, зря потраченных наших финансов. Небольшая информация о трубе, в которую мы будем заглядывать. Ранее у меня была теплица для выращивания тюльпанов и огурцов. Для её обогрева использовался газовый котёл. Теплообменник этого газового котла был изготовлен с металлических труб диаметром 1,5 дюйма. Для полива сажатся в теплице я использовал воду системы отопления. То есть в системе отопления был постоянный проток свежей воды. То есть вода постоянно там менялась. Система отопления использовалась 4 месяца в году. Теплица прослужила 7 лет. После того, как голландские цветы забили весь рынок, я разобрал теплицу и порезал трубы отопления на хвост нужды. Когда я разрезал трубу теплообменника, я просто поразился, увидев огромное количество накипи, которая отложилась на внутренних стенках этой трубы. Эту трубу я использовал для небольшого заборчика. И вот сейчас мы её видим. Сколько здесь образовалось накипи. С увиденного примера делаем вывод. Систему отопления необходимо заливать дистиллированной водой. Нет такой возможности дождевой водой, но отстойной. Третье. Систему отопления необходимо выполнить один раз правильно и надёжно. Для того, чтобы не было дальнейших ремонтов, замены радиаторов и трубопроводов. То есть один раз сделать и на века. Заполнить эту систему дистиллированной водой. И не доливая воды, пользоваться долго, долго и долго. Также следует не допускать перегрева воды в теплообменнике выше 90 градусов. Чем ниже температура воды, тем меньше будет накипи. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.